Дочь разбойника Над изучением того, как российские СМИ рассказывают о женщинах И как они к женщинам обращаются Смотрите, где-то так, как раз примерно два года назад Я была редактором еще тогда Фиши Город И в какой-то момент я обнаружила, что женский глянец, который так или иначе попадался мне на глаза Потому что я, как и все, читаю в Фейсбук Очень определенным образом рассказывает о женщинах и обращается к ним Мне показалось, что унизительная такая интонация, она основная То есть женщины все время призывают худеть, ублажать мужчин Красить лицо И в общем, все время призывают всех соответствовать каким-то странным стандартам При этом, что меня удивило еще тогда, что именно этим занимаются практически все глянцевые издания Поэтому я решила, что это будет классной темой для редакционного материала И мы с Настей Каримовой, которую вы, возможно, знаете Она известная в фем-сообществе девушка Сделали материал, который назывался «Женщина без кремов не человек» Это цитата из колонки Алексея Белякова И, собственно, для этого материала Настя поговорила с большим количеством главных редакторов И шеф-редакторов российских глянцевых изданий И спросила их, почему вы так, собственно, о своей аудитории нелестно отзываете Они тогда сказали почти все примерно одно и то же Что это связано с их рекламными обязательствами Что реклама не будет продаваться, если они будут какую-то другую интонацию соблюдать Но мы как-то расстроились Но материал выпустили, его хорошо прочитали И, в общем, все забыли об этом А я через какое-то время поняла, что этого всего шлака попадается мне на глаза все больше и больше Я подумала, я разозлилась, на самом деле, очень сильно И я подумала, что, наверное, пришла пора рассказывать об этом более концентрированно А тогда как раз все заводили телеграм-каналы Вот, ну и я завела телеграм-канал Назвела его «Дочь разбойника» в честь моей любимой книжки Астрид Лингрен И подпись у него до сих пор одна и та же «Приключения женоненавистничества в российских медиа» За последние два года канал сам превратился в некоторые микромедиа Он даже продает рекламу, как, может, многие из вас заметили И за это время выделились... Ну, то есть я сформулировала какие-то общие закономерности И сегодня я попробую быстренько обобщить свой опыт Вот сейчас вот здесь на слайде иллюстрация того, что в женском российском глянце до сих пор очень популярна рубрика «Мужской взгляд» Что это значит? Это значит, что какой-то мужчина, которого редакция по какой-то непонятной причине назначила экспертом Рассказывает женщинам, как именно они должны себя вести Как выглядеть, как одеваться, как общаться Ну и вот, пожалуйста, вы можете обратить внимание, как мой любимый мужчина Алисин Кликов Рассказывает вам, что вы неправильно выглядите и как вам это исправить Это встречается почти везде То есть мужской взгляд — это что-то, что до сих пор кажется редактором женских изданий чем-то катастрофически важным Комментарии мужчин могут иллюстрировать любые статьи о эпиляции, например Мужчины рассказывают, что нужно эпилировать, ну и так далее В общем, почему-то мнение мужчин о том, как должны жить женщины, кажется российским глянцевым изданием очень важным И они не забывают включить его везде, где можно и нельзя Как мне переключить слайд? Что надо сделать? Нужно мне сказать, я буду переключать для вас Да, спасибо, то есть я могу вам... Вы можете просто по этим переключить слайд, я буду Отлично, вот Тут просто будет четыре цитаты, иллюстрирующие вот эту нехитрую мысль Ну, может быть, тоже кто-то видел, я писала об этом у себя в канале Вот Антон Городецкий, могущий коллега и журнал «Максим» на женском портале wday.ru Рассказывает, что как именно мы должны быть припухлыми, но тоже, но смело Можно следующий Вот, это странная тоже история Модное издание «Нож» рассказывает вот тоже такие вещи Причем совсем недавний текст, буквально там три месяца ему Вот Это уже следующая мысль началась Боди Шеймин – одна из основных тем в российском глянце Рассказывать, во-первых, про звезд, как они неудачно оделись Вот, например, у SNC есть целая рубрика, которая называется «Трэш-сеттеры» И они там поливают грязью разнообразных условных знаменитостей и звезд Рассказывая, как они недостаточно красиво оделись Или подурнели, или поволнели, или еще что-нибудь с ними произошло Вот это совершенно, тоже совсем недавно Какая-то девушка, видимо, написала Какая-то, ни для кого не секрет, да, моя любимая фраза Что полнота визуально добавляет возраст Я не знаю, я не замечала, может кто-то замечал Вот, но для редакции SNC-мидия, видите, совершенно не секрет Давайте следующий слайд Вот, это моя любимая заменка на L.RU Так вот, такой заголовок И если вы думаете, как подумала я, что кликнув на этот заголовок Вы увидите, сколько именно килограмм на весах прибавилось у богини красоты Пенелопа Круз Вы ошибаетесь? Это просто экспертиза журнала L, которому вдруг показалось, что Пенелопа Круз пополнела Они просто, на самом деле, увидели ее фотографию в купальнике Давайте дальше Да, ну вот, Ким Кардашьян тоже досталась Могла бы вот как-то подержать себя в руках Но, видите, тоже сотрудница журнала Грация недовольна, недовольна Давайте дальше Ну вот, это феорическая совершенно колонка на Lady Mail.ru Которая начинается с фразы Я не хочу никого шеймить и осуждать И вообще, боти шейминг — это не мое Говорит нам автор этой колонки И дальше вот 10 абзацев вот этого вот отборного рассуждения Вот, давайте, наверное, следующий слайд Да, очень много в женском глянце материалов Рассказывающих вам о том, если вы женщина, как вы ошибаетесь Вот это вот просто заголовки Просто обычная повестка женских изданий Последние вот особо опасные 5 типов девушек, которых мужчины избегают Это Алексей Беляков Он иногда для Алюра писал, иногда для Гламура тоже немножко Ну, один из детских домов, я понимаю И такого, на самом деле, очень много Это появляется постоянно Причем этим грешат и даже условно-прогрессивные издания И даже у своих коллег из афиши в разделе «Красота» Я иногда вижу заголовки, типа «Вы все делаете неправильно» И очень удивляюсь Давайте дальше Ну вот И тут мы дошли до общественно-политического издания «Фонтанка» Которая... Понимаете, вот еще одна мысль, которую я иллюстрирую таким интересным образом Что когда в дело добавляется рекламный клиент, который заплатил денег и нужно написать рекламную статью Все тормоза вообще отказывают напрочь Вот здесь текст был, да, про то, как говорить мужку пить шубу И мало того, что вот всю дорогу он был написан примерно вот в таком стиле Еще там предлагали грустно посмотреть на подругу, у которой красивая шуба А потом грустно посмотреть на него И, может быть, тогда он поймет, что меховое изделие осчастливит вас Вот И очень безграмотный написанный текст Как и, в общем, большинство таких текстов Чем больше мое основное, на самом деле, мой основной повинт и мое основное наблюдение Получается в том, что чем более концентрированный сексизм в тексте Тем больше вероятность, что написан он совершенно безграмотно И содержит в себе огромное количество стилистических нарушений И читать его просто невозможно Кровь из глаз И это правило работает практически всегда Даже Алексей Беляков и тот стал путаться в оборотах И плохо писать в последнее время Вот И удивительным образом, вот помимо текстов, которые проходят в рубрике «Условный мужской взгляд» Как правило, все эти материалы не подписаны Вы никогда не узнаете, что за человек написал этот текст Он будет как обычно, они подписываются просто там «Редакция Космару» или «Редакция Эльру» И больше никаких указаний на то, кто именно это писал, обычно нету Почему так происходит? И это отдельный вопрос Я предполагаю, что, может быть, людям немного неловко Подставить свою фамилию под такими текстами А может быть, просто у них нет времени их подписывать Потому что это какая-то потоковая работа Мне сложно сказать А у меня там есть что-нибудь еще? Это, значит, что я хочу еще сказать Что медиа То, что я называю приключения женоненавистничества в российских медиа Когда я это пишу Я имею в виду не только, там, условно «женский» или «мужской глянец» Не только общественно-культические издания, вроде «Фонтанки» Которые вдруг уговаривают купить шубу Я подразумеваю под медиа абсолютно все, что нас окружает Например, не так давно я обнаружила Кто-то из подписчиков мне прислал ссылку на блог модного издательства «Абман Иванов и Фербер» С совершенно жутким сексистским женоненавистическим текстом И, ну, хотя это не медиа, да, в привычном понимании Все равно это то, что нас окружает И вот рекламы такой, ее очень много И сексизм продает Вот, пожалуйста, это в какой-то газете Чебоксарской, что ли, я не помню Кто-то тоже мне прислал Потрясающий, по-моему, креатив Давайте дальше, там еще будет кое-что похожее Да, это МФЦ Просто вот стоите в очереди за новым паспортом И вот такое вы наблюдаете Это я сфотографировала в городе Королеве Стань ее первым написано То есть предполагается, что женщина квартиру купить не может Вся такая реклама, как мы видим, направлена на мужчин Давайте следующий Это мой любимый слайд Что вот зачем вам посудомойка Вот удивительно У меня никогда не было посудомойки Но я все равно себя считала женщиной Сейчас, правда, появился Но больше женщины Я от этого не стала Наверное, это последний, да, или еще что-то там есть А, вот Вот, ну это тоже, да То есть банка с жидкостью при мытье посуды Обращается к женщинам И даже нет предположения, что посуду может помыть кто-то еще Ну, я не знаю, кот Или гуш Или там, ну, не знаю Ну, кто-то, дети Нет Это обязательно должна быть женщина Это последний, наверное, да? Да Дальше я буду только разговаривать Это чуть спешнее Если вы, там, подписаны на мой канал То вы, наверное, видели Ну, много примеров вот этой вот всей фигни Почему я считаю, что об этом важно говорить Разумеется, от того, что мы с вами прочитаем Текст, в котором вот с такой интонацией говорят о женщинах, да И если мы увидим такую рекламу Мы не станем с вами от этого сексистами И, скорее всего, никто не встанет Но, как мне кажется Очень важно обращать на это внимание Потому что Медиа формирует наш с вами дискурс То есть Они подсказывают нам темы для разговора Каким-то образом подсказывают нам ценности Может быть, даже подсказывают модели поведения Вот, например, очень Наверняка мы видели Меня очень бесило Много где было Был рекламный билборд В момент, когда там не было никакой рекламы Там была картинка с обнаженной женщиной на белых простынях И была, значит, обнаженная женщина на белых простынях Лежит на подушке Смотрит на соседнюю пустую подушку И написано Место свободное для вашей рекламы Вот Ну и предполагается, что Ну, как бы, понятная метафора, да Что сильный волосатый мужчина сейчас придет и обеспечит ей долгую счастливую жизнь И купит вот этот билборд И это попадается буквально везде И можно, конечно, не обращать внимания Но я не могу Я страшно бешусь Собственно, поэтому я и веду свой телеграм-канал Вот И вряд ли, да Один мой маленький бложик может этот дискурс как-то разрушить Или перевернуть Или Ну, по крайней мере, мне кажется, важным обращать на это внимание Я думаю, что дочь-разбойник Это Некоторое следствие интеллектуальной гигиены Возможно Мне кажется, что когда я проблематизирую вот эти вещи То я, ну, и выделяю из фона вот это вот Вот это вот постоянное женоненавистничество Которое окружает нас с вами на самом деле То я это учусь замечать И все, кто мне подписан, учатся это замечать И это, на самом деле, хорошо подтверждается тем фактом Что у меня очень активные подписчики И они постоянно просылают мне просто огромное количество примеров Вот этого всего, что они встретили вокруг себя Вот Поэтому, ну, в общем, да То, чем занимается дочь-разбойника Это как раз проблематизация Дальше я, наверное, перейду к общефилософской части своего выступления И я бы, наверное, хотела, чтобы это был наш с вами диалог В некотором смысле Потому что Я не решила для себя проблему То есть Есть Пора заканчивать? Нет, я бы не могу помочь А, спасибо Смотрите Есть вот такая дилемма Очень многие У меня давно сложилось такое ощущение И оно складывается, на самом деле, не только у меня Я думаю, что оно имеет право на существование Что многие глянцевые издания пишут свои тексты Специально для того, чтобы попасть в фемпаблики И чтобы феминистки бы возмущались Мало того, когда еще существовал журнал «Алюр» Его главный редактор Прямо прямым текстом писала Что «Эй, феминистки!» И тут у Алексея Великого новая колонка И, ну, да И понятное дело, что таким образом И я тоже приношу им трафик И им кажется, что Ну, я предполагаю, да Я конструирую мысли этих редакторов, да Я думаю, что им кажется, что Вау, это тоже пиар А любой пиар – это круто И вот, значит, у нас написали эти сумасшедшие С волосатыми ногами Давайте, значит, селиковать Вот у нас плюс четыре тысячи просмотров Вот, но С другой стороны, ведь то, чем они занимаются Это самый настоящий троллинг Как мы знаем, кормить тролли – это последнее дело Вот, и, собственно, дилемма моя состоит в том Что иногда я так устаю от этого всего И иногда мне кажется, что, может быть, и не стоит Об этом Маде писать и рассказывать Потому что, может быть, лучше и не знать об этом И спрятаться от этого всего И поэтому иногда я долго молчу Потому что у меня бывают такие депрессивные фазы Вот, ну, и, собственно, вопрос к вам Как вы считаете, стоит ли обращать внимание на всю эту фигню Или уже перестать? Потому что и так понятно Здравствуйте Меня зовут Катя Фёблер Я из Владивостока И недавно мы устроили на всю страну большой конфликт Компании ДНС, которая продает технику Они к 8 марта сняли возмутительно мерзкий ролик У меня есть интересная история про это Я помню это, это было прекрасно Да, потому что мы начали весь этот конфликт Мы у себя... Вы представляете, что там случилось? Представители этой компании пришли ко мне И буквально попросили меня за деньги написать про этот конфликт Давайте расскажем о тем, кто не знает о конфликте В двух словах Скажите, пожалуйста, историю В двух словах Компания ДНС сняла ролик К 8 марта Мужик едет на джипе в лес В багажнике у него девушка Она вся в скотче У нее связаны руки Завязан рот Он выкидывает ее из багажника в лесу на снег Кидает ее лопату Она начинает копать Оказывается, она закапывает носочки Или гену для бритья И потом девушка как будто бы прибуждается Типа ей приснился сон И она вместо магазина с носочками Поборячивает магазин техники ДНС Вот настоящий подарок для мужчины Вот что нужно купить, чтобы тебя тихо не вывел из-за в лес Компания ДНС, важно понимать, она из Владивостока Поэтому мы, будучи во Владивостоке, начали писать генеральному директору Начали писать в фейсбуке, что это пропаганда насилия, сексизм, небоглобое Вот это вот все И Алексеев, владелец компании ДНС, главный генеральный директор То есть он сначала извинился в духе Ну у нас там творческие ребята сделали этот ролик Ну давайте не будем обижаться Все отлично Нет, мне ничего плохого не имели в виду А конфликт усугубился Просто я сейчас все гримес Вот Одним словом Отвечая на ваш вопрос Мы очень тоже долго задавались вопросом, а стоило ли разжигать вот этот весь конфликт Потому что о компании ДНС узнала еще больше людей Кучка комментаторов прилетела в фейсбук Написали все СМИ Дальше СМИ написали все российские Мы, наверное, пожалели о том, что мы привлекли внимание к этому ролику То есть тот самый случай, что может быть действительно Анатолий Лешков иногда лучше не обращает внимания Ну вот И вот Это очень хорошая иллюстрация Ну я сам пошлею, действительно Да, потому что вот Пришел ко мне этот мужик и сказал Ой, а напишите, пожалуйста, про вот этот скандал Мы готовы вам заплатить Я говорю, а вы это кто? Ну вот У меня тут есть клиент Говорит он мне Я говорю, ну то есть вы и есть представители этой самой компании ДНС Ну и естественно он промолчал И тогда я поняла, что я не могу уже бренд написать Не только потому, что они мне денег за это предложили Но и потому, что если я про это напишу, они будут только рады Вот И то есть они достигли, получается, своих целей Поэтому, собственно, я про этот конфликт ничего не писала Потому что я, ну, конечно, офигела от этого креатива Но сделать ничего не смогла Вот Ну это, конечно, да, поджарило все это дело Ну теперь мы все узнали Какие есть еще мнения? Нет, я тут с мнением и с микрофоном Анастасия, я хотела поблагодарить вас за то, что вы делаете Я считаю, что это правильно озвучивать Даже ли в какой-то момент мы в меньшинстве Или общество нас не поддерживает Если это молчит, значит, я совсем согласна Я разделяю вашу гиполизу о том, что, возможно, издание уже начали троллить Более недавно начали, ну да Более сознательную часть населения Это очень нехороший троллинг Они троллят с позиции власти Они считают, что общество на их стороне Что патриархат нормально, что шутки над тем, какие женщины тупые Шутки относили над женщинами, это здорово Но, опять-таки, если не будет никакого сопротивления, будет только хуже У нас и так довольно консервативная страна Она постоянно пытается откатиться еще дальше от того, что мы достигли Так что... Мне приятно, да, эта точка зрения Мне кажется, что да Так что блогерки, феминистки, которые все это озвучивают Они делают очень большое дело на самом деле Потому что они независимы от всего этого, что происходит Спасибо, есть еще Можно, да, вопрос задать Меня зовут Светлана Солнцева Я студентка Здравствуйте И вот я хотела бы вас узнать А вот весь этот скандал в связи со Слуцким И с тем, что вообще многие главные федеральные СМИ Они во все это вписались и стали там бойкотировать Слуцкого и всю эту буздуму А не станут ли они теперь в связи с этим редактировать свой контент рекламный И не пускать такие ролики на РБК или еще куда-то Там тоже такое встречается Вот как вы думаете? Ну, вы знаете, я не могу за них говорить Потому что я работаю в вполне конкретном издании Да и то я в декрете Но дело в том, что, к сожалению, при том, что бойкот Госдумы, связанный со Слуцким Был, как мне кажется, замечательной идеей И очень много говорила в нашем гражданском сознании Он продлился две недели Не знаю, заметили вы или нет К сожалению, все медиа продолжили писать про Госдуму Как только там появились какие-то более-менее скандальные законопроекты Вот, и я думаю, что вряд ли кто-то начнет сильно фильтровать свой контент После скандала со Слуцким Потому что они даже не смогли stick to their own promises Да? Ну, то есть на две недели их хватило Поэтому я не думаю, что если к ним придет условный лореаль И скажет, нам нужен спецпроект про красивые попы И предложит за это много миллионов Кто-нибудь откажется? Я думаю, что вряд ли Здравствуйте, мне зовут Мария У меня довольно конкретно будет вопрос По поводу, ну, в том числе и вашей работы Вот эти вот фотографии, которые вы делаете Обращение внимания на рекламу Это вообще огромная действительно проблема Визуального характера Это очень много на нас влияет И, ну, такая немножко предыстория вопроса Вот я в свое время подписалась на много кулинарных пабликов Которые таргетированы, в общем, на женщин И там, ну, бывает вот то, что просто, ну, вышивает Вышивает просто голову напрочь Когда идет рецепт классный кулинарного торта Там, например, сложного какого-нибудь И следующая рекламная запись По худей к лету срочно Вот прямо вот сейчас вот в состоянии худеть То есть, ну, это сумасшествие абсолютное И в связи с этим Опять же, вот упомянутый паблик на Майле Вот это Lady Mail.ru Это не даже, по-моему, СМИ Это не то, что это паблик Да, про включение, ошиблась Дело в том, что женщины сами о себе так говорят И они смотрят эту рекламу Они активно, они, да, не понимают вот этого Диссонанса между тем, что Окей, я сейчас делаю вот этот офигенный торт А потом мне его есть нельзя Круто Вот, и в связи с этим вопрос такой Вот, раз женщины на нас сами на тряпины Что дальше-то? Ну, вот мы показали Вот эти, поставили проблематику Вот, как вы для себя определяете следующий ход? И как, может быть, ваши коллеги какие-то, кто знает ответы? Уже с вами вопрос Спасибо Поскольку моя редакторская деятельность была много лет напрямую связана в том числе и с женским вопросом Мне, наверное, есть что сказать Но при этом, в первую очередь, я хочу заметить, что люди меняются Я не знаю, как вы, но я тоже худела к лету Еще, ну, там, несколько лет назад Я худела к лету и думала, что, чтобы найти муж, мне надо быть покладистой и поменьше выступать И мне ногти красить Вот, но У меня накрашены ногти Но это не потому, что мне нужно мужа найти А потому, что мне нравится красить ногти То есть, мое мировоззрение изменилось Я думаю, что, в частности, благодаря деятельности многих блогеров-министских Оно меняется у многих женщин То есть, сначала ты начинаешь этим интересоваться У меня, по крайней мере, пишут очень часто мои подписчики И, в частности, там есть и такие истории Что сначала они относились к этому с опаской и подозрением А потом, когда увидели масштабы, шарели И теперь все поняли, прозрели Ну, и как-то что-то меняется, да? Как меняется оптика, в частности, и под влиянием многих вот этих вот феминистских проектов, блогов и пабликов Так что спасибо всем, кто этим занимается Про женскую мизогинию у нас будет следующее выступление Но у нас, к счастью, есть еще время на несколько вопросов Давайте вы Здравствуйте, Анастасия Здравствуйте Во-первых, я хотела бы сказать спасибо за ваше выступление И за вашу работу Я подписалась только что на ваш канал Действительно, очень интересные материалы И, во-первых, хотела бы сказать, что, по моему мнению, ваша работа скорее добро, чем зло Действительно, вы приносите клиентов этим мерзопакостным организациям Но, в общем и целом, я замечаю, что после таких выступлений И после размышления на тему мизогиния в СМИ или в других областях Я начинаю замечать это вокруг Хотя до этого, мне кажется, как и все другие люди, просто не замечаешь этого И это очень важно Я думаю, что через 10-20 лет этот вопрос просто отпадет Действительно, это добро И мой вопрос связан с одним из слайдов, который у вас был Я не могу сказать, что я очень просвещена в теме феминизма и прочих схожих тем Не могли бы вы раскрыть, что не так с статьей «9 ошибок применения»? Потому что на этих же сайтах есть 340 ошибок при кунелингусе или еще при чем-то А вы гуглили? Есть? Я не знаю Их, возможно, меньше Когда я только начала заниматься вот этим вот Разгребать вот этот весь мусор Я специально проверяла, есть ли симметричные статьи И нет, их нету в большинстве случаев Да, 340 ошибок при кунелингусе будет на сайте журнала «Максим» Но еще там будет статья «Шурыгинг. Как не сесть за изнасилование» И много других замечательных материалов Как правило, это не симметричные вещи И когда что-нибудь так с материалом «9 ошибок применения» Вы как думаете? Ну, хотелось бы побольше материалов Да, с противоположной точки зрения Потому что есть ощущение, что некой такой цели Что если бы ты допустила эти ошибки, то все Ну да, и вот Жизнь твоя закончилась Да, да, да Вот у меня очень Вот этот конкретный поинт был про то, что Да, женский глянец постоянно подсказывает Спасибо за просмотр!